Доброе утро, команда! Как меня слышно? Поставьте плюсики. Кто на связи? Ставим быстренько плюсики, чтобы я поняла, что вы меня слышите. Отлично! Наидобрейшего всем утра! Как настроение у вас? Как настроение? Давайте по десятибалльной шкале. Как вы себя чувствуете? Как у вас настроен каталог? Супер, да? Планы все написали на каталог. А что нужно... Ксюш, что должно произойти, чтобы ты себе десяточку поставила? Чего не хватает, чтобы ты себе десяточку поставила? Потому что, да, вот это всегда важно. Я себя там чувствую на три с плюсом. А что должно произойти, чтобы ты себе пять поставила? Десяточка, конечно, десяточки должны быть. Как раз мы сейчас на эту тему с вами и разберем. Муж порадовать должен. Цветочки, да, подарить. Давайте разберем с вами сегодня, как же создавать свое настроение, да, чтобы всегда было на десятку. Потому что если у вас... Если вы фокусируетесь на результатах, то они будут от вас убегать. Вот честно. Да, если не верите мне, то почитайте психологов там великих. Трансерфинг реальности, очень хорошая книга, которая показывает, насколько, да, от вас убегает желаемое, если вы слишком сильно на этого хотите, да, оно как будто бы специально отодвигается. Поэтому я вам рекомендую фокусироваться не на результатах. Да, результаты вы должны отслеживать для того, чтобы анализировать свои действия. А на чем вы должны фокус держать? На действиях, на мечтах, на планах, на своих, на целях, на развитии, на обучении, да, на движении вперед, потому что только расширяясь изнутри, расширяя свой мозг, вы будете меняться, будет меняться результат. Потому что вы никогда не сможете иметь то, чего вы, да, никогда не имели, если вы не измените, если вы не измените вот это отношение. Танюшка меня отвлекает своими записями. Вот смотрите, если вы хотите иметь то, чего у вас никогда не было, ну вы хотите, да, вы мечтаете путешествовать, вывести семью на море, вы мечтаете поменять гардероб, вы мечтаете заниматься собой, спортом, а пока у вас на это нет времени и сил. Да, например, вы мечтаете поменять жилплощадь, переехать в более просторное жилье, или вы мечтаете поменять машину, да, на более какую-то интересную модель, современную, новую. То однозначно, однозначно вы должны поменять свои действия. Потому что если раньше у вас этого не было, то согласитесь, если вы будете продолжать делать то же самое, то ничего не изменится. То есть это такие вот простые истины жизненные. Хорошо, один для того, чтобы было всегда к чему стремиться, да, Танюш? Итак, поехали. Ребята, вот этот слайд очень важный в вашей жизни. Когда-то мне его нарисовали, и у меня произошли трансформации в мозгу. Я стала просто... Я сначала удивилась, как это делают вообще все люди практически. Хотя это очевидно, здесь ничего нет нового абсолютно, потому что все знают, что такое молодость, все знают, как происходит рабочий процесс, все люди знают, что в какой-то момент наступает пенсия, но почему-то все думают, что вау, я уйду на пенсию и заживу. У кого есть такой стереотип еще сохранился или был раньше? Поставьте в чате плюсики. То есть да, мы пока молодые, нам кажется, мы все можем, но у нас нет свободы, потому что нет средств. Да, нет средств. Мы как бы можем все и время можем найти, но у нас нет средств. Мы начинаем работать 40 лет. 40 лет вот это, да, мы карабкаемся по карьерной лестнице, воюем с начальством. Мы, как говорится, что мы делаем там? Преодолеваем все, какие препятствия состоят. Работаем за копейки, учимся жить на те деньги, которые нам платят. Выживаем и так далее. То есть вот похоже, как белка в колесе. После пенсии вроде бы, да, начинается свобода, времени полно свободного, но, к сожалению, уже не остается здоровья, нет уже той красоты, да, которую вот здесь мы оставляем на этом отрезке. И самое страшное, что когда человек выходит на пенсию, его доход сокращается в 2-3 раза. То есть по сравнению с зарплатой доход падает в несколько раз. И вот это самое большое огорчение, потому что накопить средства люди, как правило, за это время не успевают. Хотя вроде бы 40 лет, да, копи себе на здоровье, откладывай деньги хотя бы там по 1000, по 2 в месяц. И можно накопить себе на интересную пенсию, да, под проценты, если деньги класть. Но люди говорят, ох, потом как-нибудь, потом отложу, да, что-нибудь придумаем. Но ничего не происходит. То есть, да, годы пролетают. И да, вот всё, что вы перечислили, то есть какие-то случайные болезни. Есть очень крутой мультик, он называется «Верх». И он очень классно показывает, вроде бы мультик, но он очень круто передаёт, как люди пролистывают страницы своей жизни, мечтая, да, вроде бы даже стараясь накопить, но постоянно что-то происходит. То колесо лопнуло из машины, да, и они бьют копилку, то заболели, то ногу сломали. И опять копилка разбивалась, разбивалась, накопили, разбили, накопили, разбили. То есть так они и не накопили на путешествия свои мечты, да, и, к сожалению, да, вот так вот происходит у большинства людей в мире, вот. Но, чтобы такого не произошло, есть выход. Есть выход, и то, что вы уже выбрали себе вот этот путь, он нелёгкий, да, ну, он и несложный, но он очень интересный путь развития в сетевом маркетинге, в сетевом бизнесе. Он очень крутой. Я вот вчера переслушала книгу «Бизнес-трафарет», и прям порадовалась, думала, ну, надо же, как здорово, всё написали, так круто изложили. Я буквально её за пару часов прочитала. Такая классная книга. Ребят, перечитайте, чтобы вот это вот осознание, что вы в нужном, правильном месте, и что вам остаётся только приложить свои усилия, желания, страсть и постоянство, и не придумывать никаких себе отмазок и отговорок, но вы должны быть здесь, вы должны быть, да, действовать и развиваться. Вот, у нас даже есть в команде партнёр, которая себя призвала в армию, да, она сказала, всё, я в армию, я пошёл, я работаю, ну, почему-то вот не вижу её на планёрке, да, ну, думаю, что, наверное, работает. Я с вами хочу сегодня кратенько поговорить про 7 навыков высокоэффективных людей. Они очень простые, но очень эффективные. Ну, и давайте вкратце разберём. Смотрите, первое, будьте проактивны. Как вы это понимаете? Вот есть активный человек, неактивный, а есть проактивный. Вот как вы себе это понимаете? Понимаете, и вы сами проактивный человек или нет? Подождём немножечко, что вы напишите. Кто такой проактивный человек? Активный, осознанный, постоянный, постоянный в действии, активный с результатом. Ну, в общем-то, всё правильно. Вот смотрите, у человека есть несколько кругов. Есть круг влияния, есть круг забот. Вот смотрите, на круг влияния, то есть на что вы влияете, у нас распространяется на настроение. Вы же можете влиять на своё настроение? Вот, например, вы скислие, чувствуете себя не очень хорошо, у вас депрессия, нет солнца, нет регистраций, всё, руки опустились. Есть такое, да? Вы можете на это повлиять? Конечно. Конечно, вы можете что-то придумать, сделать зарядку, попрыгать, потанцевать. Вы можете сказать, всё супер, это испытание, это отработка навыков. Мои партнёры уже на пути ко мне, они стоят на пороге, буквально уже стучатся в дверь. То есть вы на это можете влиять. На собственное здоровье вы можете влиять? Ну, естественно. Естественно. Скажите, кто сегодня уже сделал зарядку или планку? Поднимите руку. Поставьте пятёрочки в чате или восклицательные знаки. Кто сегодня уже позаботился о себе? Кто съел полезный завтрак? Я вот, например, сейчас смузи доедаю вместе с вами. Зарядку я уже сделала. Я пока не сделаю зарядку, я из комнаты не выхожу. Кто сделал? Так, Наташа сделала. Молодец. Кто ещё сегодня позаботился о своём здоровье? Ну, вот у меня сегодня поздний завтрак. Немножечко вчера запозднились со сном и сегодня позже встали. Смотрите, на навыки свои вы можете влиять? Ребята, вы можете выучить язык? Можете. Вы можете, например, научиться рисовать? Можете. Вы можете научиться танцевать? Можете. Вы можете научиться говорить с людьми, делать холодные звонки? Можете. Можете. Вы всё можете. Главное понимать, чего вы хотите, что для вас важно и какие навыки вам нужны для развития, достижения целей. Какие-то навыки помогают вам в одном, какие-то в другом. Но самое главное, есть навык научиться готовить быстро и вкусно. Тоже навык, потому что некоторые тратят очень много времени на готовку. А можно это сделать, готовить один раз в три дня. Да, ну готовить вкусно, интересно и может быть делать какое-то блюдо-основу, которое можно дополнять чем-то в процессе, что не занимает много времени. Дальше, смотрите, вы можете выбирать свою работу? Конечно. Личные доходы и расходы вы же можете контролировать, да, влиять на них? Конечно. И время на работу и отдых тоже вы можете контролировать, влиять там, выделять куда сколько. Это все, на что вы влияете. Смотрите, есть факторы, которые находятся вне зоны вашего контроля. Это погода, политика, экономика, общественный транспорт, слабости других людей, форс-мажорные обстоятельства. Согласны? То есть вы на это влиять не можете. Но я могу сказать вам, что даже здесь вы можете все равно влиять. То есть если вы сами не затягиваетесь в обсуждении погоды, что ой, как все плохо, ужас, шляка, шняга, там все валится, или вы не обсуждаете политику, да, но вы выбираете быть счастливыми, радостными, успешными и создаете свой мир, да. Тогда можно сказать, что вот это вас, в принципе, не парит. Самое интересное, смотрите, друзья, если вы проактивный человек, и вы выбираете быть автором, да, и вы влияете на все, контролируете свое настроение, там, здоровье. То есть вы вообще в теме, да, как это говорится, на взлете, да, даже не на взлете, а как на волне, вот так вот, да, вы все время кайфуете, как будто лежите на матрасе, на волне, и вам так хорошо покачивает, солнышко светит. То есть вот это кайф, потому что вы выбираете вот это все создавать в своей жизни. Самое интересное, что если вы в авторстве, то вот это, да, вот это вот, например, там слабости, форс-мажоры всякие, они мимо вас. Даже общественный транспорт, который вроде бы, да, вот многие жалуются, ой, как все плохо, пробки там в транспорте, битком людей. Вы знаете, даже общественный транспорт начинает приходить вовремя, и всегда есть свободное местечко для вас, и вы вовремя успеваете, и вдруг пробки рассасываются. То есть если человек в авторстве, то он становится как будто бы чуть-чуть волшебником. Понимаете меня? Кто меня понял? Поставьте плюсики. То есть когда вы в этом, у вас движуха, самое главное, отвалятся все люди, ненужные в вашей жизни, которые тянут вашу энергию, которые постоянно ноют, да, забирают у вас энтузиазм, делают вас слабее. Да, в потоке, точно, спасибо, делают вас слабее, они отвалятся из вашей жизни. Ребята, те люди, которые негативщики, те люди, которые вечно всем недовольны, они просто отвалятся из вашей жизни. И я это замечаю постоянно. Да, может быть, вы, бывает, иногда расстраиваетесь, что кто-то уходит из команды. Ребята, уходят только люди, которые постоянно, да, вот в этом, вот в своих слабостях, в состоянии жертвы, они уходят. Ну, это их выбор, да, и слава богу, мы на них не тратим свою энергию. То есть смотрите, ребят, вот это нужно знать, вот это нужно знать. И на чем вы должны акцентироваться? Вот здесь вы должны держать свой фокус или здесь? Где ваш фокус? Конечно, здесь, да, вы должны постоянно формировать и расширять внешние границы, круга влияния, чтобы, да, вытеснить вообще вот этот фактор, да. Это просто есть, оно есть. Мы же не можем сказать, так, солнце не свети, дождик не лей и так далее. Это есть, да, всегда будет политика, всегда будут войны там и так далее. Но вы можете просто быть наблюдателем, да, просто как будто это по телевизору происходит. Это не про вас. Вы вот здесь, в активности, да, вы выбираете, как говорится, свободу выбора. То есть, да, вот на что у нас, вот нижнюю, если часть вам, наверное, плохо видно, скажите, видно или нет нижнюю часть? Скажите, видно или нет? Видно, да? То есть, да, вот посмотрите, что есть у нас круг забот, круг влияния, опять круг забот. То есть, вы, если вы не пускаете в свою жизнь раздражители, да, то есть, или вы их просто трансформируете очень легко и просто, то есть, они вас как бы не травмируют, то вы всегда будете расширять круг влияния, потому что вы будете реагировать, да, извлекать из этого уроки, и круг влияния будет расширяться. Да, вот это очень важно. Так, поехали дальше. Надеюсь, этот урок вы освоили. Далее, смотрите, начните, представляя конечную цель. Я всегда об этом говорю, когда люди рекрутируют, я говорю, а зачем ты это делаешь? Ну, как же, мне надо команду создавать. Хорошо, а зачем ты это делаешь? Ну, чтобы у меня люди были. Ну, а зачем ты это делаешь? Ну, как же, у меня будет команда, там, они будут, там, что-то покупать, они тоже будут приглашать. Ну, а зачем тебе это? То есть, ребят, вот самое главное, вопрос, зачем? Вот задайте его себе сто тысяч раз. Зачем я в этом проекте? Зачем я это делаю? Зачем я просыпаюсь утром и включаю компьютер, чаты, рекрутирую? Зачем я созваниваюсь со знакомыми? Зачем я ставлю посты? Зачем? 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 Вот миллион раз себя спросите, чтобы вы понимали, зачем вам это нужно, и только потом составляйте план действий. То есть, когда вы увидите конечную цель, когда вы увидите, что изменится в вашей жизни, если у вас это получится, если вы это сделаете, то тогда вы строите планы. Вот тогда вы будете наполнены энергией, тогда вы будете просто полыхать там вообще, все будет очень круто. И будете притягивать в команду реально крутых лидеров, потому что есть видение, есть цель. Все меня услышали? Сначала, да, нужно мысленно все это сформулировать и затем начать физически это делать. То есть здесь у нас входит все. Как говорится, все самое главное. Что нужно сделать? Составьте положение вашей личной миссии. То есть ваш характер, вклады достижения, основы поступков. Вы расписываете, каким вы хотите быть. То есть да, какие вы хотите обрести черты характера, навыки развить в себе. Далее, что вы хотите делать? Что вы хотите делать? То есть чем вы хотите заниматься в будущем? Каким вы себя видите? Вы, например, ведущий тренер компании Арифлэйм, помогаете людям развиваться, достигать новых результатов. Или вы занимаетесь благотворительностью и поддерживаете такой-то детский дом. То есть да, вы здесь вот расписываете, что вы хотите делать, каким быть. То есть куда вы будете вкладывать свою, как говорится, свободу, свои финансы. И третье – это ваши ценности и принципы, потому что это закладывается основой ваших поступков. Какие ценности для вас принципиально важны? Какие принципы в жизни вы ставите на первое место? Вот это ваше домашнее задание. Потому что если вы хотите хорошего движения, вы должны это всё расписать. То есть понимать, что вы будете делать и для чего. Ну вот, например, мы недавно разговариваем с одним коллегой, и она мне говорит. Ну вот, всё хорошо, но я же не умею как бы с людьми-то разговаривать. Я не знаю даже, как с ними переписываться, чтобы вывести их на разговор. Что же мне делать-то? Я говорю, ну вот смотри, ты озвучила сейчас запрос. То есть ты хочешь научиться грамотно вести переписки, работать с возражениями и легко разговаривать с людьми о бизнесе. Правильно я тебя поняла? Она говорит, да. Я говорю, ну вот смотри, что тебе в этом может помочь? Первое – это прочитать книгу Бухтиярова, Александра. У тебя на неё уйдёт день. День ты её будешь читать, прорабатывать, подчёркивать, выписывать, составлять свои примеры. То есть ты день её прорабатываешь, но ты её будешь всю жизнь прорабатывать. Потому что работа с возражениями, она у нас всю жизнь происходит. Далее. Тебе нужно научиться переписываться с людьми. То есть ты изучила работу с возражениями. Теперь ты смотришь тренинги по тому, как люди переписываются. То есть ты смотришь Аню Яровую, например. Ты смотришь ролики, которые мы загрузили на сайте. Ты открываешь канал YouTube и пишешь, как грамотно переписываться с кандидатами. Как кандидата заставить сказать «да». То есть вы смотрите ролики, несколько дней вы этим занимаетесь. То есть вы ничем другим не занимаетесь. Вы смотрите ролики, выписываете для себя всё важное, всё ценное, всё полезное. Далее вы начинаете практиковать. То есть вы специально создаёте ситуации, чтобы люди начали вам писать, возражать. И вы отрабатываете возражения на практике. И не важно, хорошо вы их отработаете или плохо. Вам не важен результат, согласится человек или нет. Вам важна будет практика. То есть вы, может быть, заложите на освоение этого нового навыка неделю, две, может быть, три. Вы поставите себе план, что в течение каталога номер шесть моя задача научиться переводить любого человека в состояние «да» или «почти да». То есть отрабатывать любые возражения и так далее. То есть моя цель на каталог – научиться вот этому. Все меня поняли, ребят? Или, например, вам нужна какая-то другая цель. Вы хотите научиться работать с кандидатами, то есть переводить из стартеров в рекруты. И вы занимаетесь только этим. Вы смотрите ролики только на эту тему. Вы читаете книги, изучаете продукцию. Потому что, чтобы перевести стартера в рекрут, нужно ему вкусно рассказать про продукцию. Нужно ему донести, да, вот эту доходчивую информацию, чтобы он понял. И тогда он станет, естественно, стартером. Далее. Сначала делайте то, что необходимо делать. Вот, ребят, я не буду на этом долго задерживаться. Тайм-менеджмент, да. То есть вот оно. Важно и срочно, вот этот квадрат. Это нужно делать в первой половине дня. То есть вы быстро это сделали, то, что важно и срочно. А вот то, что неважно и срочно, да, можно перенести на потом. Или важное, но не срочно. Да, может быть, вообще вы там не будете делать. Или поручите кому-то, или перенесете на недельку вперед. Если это неважно и не срочно, то вообще этого не делайте. Зачем тратить на это время? То есть вы должны научиться расставлять приоритеты. То есть пишите сначала список всех дел. Вот для чего у нас в школе, в шестом уроке, идет задание расписать свой планировщик. Первое. Для того, чтобы люди увидели, что у них полно свободного времени. Второе. Для того, чтобы они научились составлять свой график жизни. То есть, да, во сколько мне надо встать, чтобы успеть на планерку. Во сколько мне лечь, чтобы я в следующий день была выспавшаяся. Я такая отдохнувшая и полна сил. То есть для этого нужно сначала практику. А потом, может быть, вы и не будете этого записывать. У вас уже выработается режим дня. Вы будете все легко это укладывать в свое расписание. И в жизни появится куча свободного времени. Вы будете все успевать. И при этом еще и будете сохранять наполненность. Что особенно важно для женщины. Потому что если женщина только пашет, 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 у нее нет никаких вариантов, как наполниться. То, естественно, да, что происходит? Женщина становится просто монстром. Да, она агрессивная, недовольная, злая. У нее все валится из рук. То есть вся семья в шоке. Потому что у мамы, да, у мамы, у хранительницы очага всегда должна быть наполненность. Поэтому вы должны научиться регулировать вот это в себе, в своем организме, да, в своем мире. Чтобы у вас было здесь все. Это на тренинг по женскому, да, вот этому, на женские тренинги вам нужно. Далее. Так, здесь все понятно. А то, смотрю, поутихли маленечко. Неужели вам это обсуждать неинтересно? Может, вопросы какие-то есть? Как нужно думать? Вот эта важная техника, которой обладают уже люди, которые достигли, да, таких, ну, серьезных высот, развились уже, да, такие люди продвинутые. То есть они уже думают совсем по-другому. Совсем по-другому. Как? Давайте с вами разберем. Вот первая ступенька – это когда выиграл-проиграл или проиграл-выиграл. То есть мы всегда, о, я лучше, я там, я опередила, вот, я классная, да, или там, как это говорится, ни себе, ни людям. Ах, я не получу этого, ну, и никто не получит. Да, то есть вот эта ступенька – самая низшая степень развития человека, когда нету вот этой вот, как вам сказать, эмпатии, да, эмпатии это называется, к людям, когда нет понимания, что если хорошо у вашего окружения, то хорошо будет и у вас. То есть, да, вторая ступенька – это уже человек начинает искать компромиссы, да, то есть уже начинает думать, а как же сделать так, чтобы как бы было хорошо и мне, и вам. И третья ступенька – это когда человек всё время думает о других, да, что всем было хорошо и мне, и другим. Я делаю то, что хорошо для других, то есть я создаю то, что будет хорошо для других. То есть мы развиваем доверие, чуткость, мы должны научиться, да, проходить четыре шага. Первое – это нужно представить проблему с точки зрения другого человека. То есть, например, вам говорит человек, что я не могу собирать заказ на 150 баллов, наверное, этот бизнес не для меня. Ребята, это проблема. Для человека – да, для вас нет. Конечно, вы 150 баллов, господи, да я сейчас за пять минут заказ этот на 200 даже сделаю. А у человека – это проблема. Второе – вам нужно определить ключевые вопросы и заботы проблемы. Определить результаты, которые обеспечат полностью приемлемое решение. И выявить новые возможности и варианты достижения этих результатов. То есть вам нужно подвести человека вот к четвёртому пункту так, чтобы он сам, сам, да, сказал, что он будет делать, какие действия ему нужно делать, чтобы у него 150 баллов не было проблемой. То есть, да, вы с ним вместе думаете. То есть вы не должны давать рецептов человеку, что, а ты возьми каталоги, обклеи их, а ты сделай вот это, а ты раскидай по подъезду, а ты приди к тёте и скажи вот это. Вы должны научиться, ну, как говорится, если уж взялись, да, за человека, то научитесь задавать ему вопрос. «А что ты предлагаешь? А как ты думаешь, вот что можно сделать? А что ты уже пробовал сделать? А как ты это сделал?» Да, попробуйте разобрать с человеком, найти где-то его ошибочку, что он делает не так, да, и выведите на то, что он сам скажет «Вау, слушай, а я же могу вот это сделать!» Говорит, ой, точно, слушай, классная идея, какая ты молодец! Ребята, вот поняли? Да, то есть выиграл, выиграл. Это очень классная позиция, это лидерская позиция. Ну, мы с вами практически заканчиваем. У нас всего семь, а это уже пятое. Стремитесь понять, потом быть понятым. Вот это очень хорошая вещь такая, да. Развивайте эмпатическое слушание. Очень часто люди разговаривают одновременно. Замечали? Может быть, да? То есть один говорит, и другой говорит. И каждый слушает только себя. Как бы каждый изливается, но не слушает другого, да, думает о своём, слушает только себя. На самом деле умение слушать человека – это очень крутой навык, очень крутой. Кстати, он облегчает жизнь. Вы вместо того, чтобы рассказывать целую лекцию, вы можете просто выслушать человека, его проблему, и он, когда рассказывает свою проблему, ребят, он сам находит решение. Вот это самое интересное. У меня есть такая практика с одной подругой. Она постоянно ко мне с проблемами прибегает и такая, «Вау, слушай, у меня вот это, вот это, вот это, вот это». Я такая, ага, а ты как? А он тебе что? А почему ты как-то думаешь, что он это сделал? То есть я задаю только наводящие вопросы, коротенькие. И в принципе, да, я вообще не напрягаюсь. Я не трачу на это энергию. Я даже вообще вот просто сижу и кайфую. Она сама всё рассказывает, сама отвечает на вопросы и сама в конце говорит, «А, блин, мне же надо вот так вот делать». И всё. И она счастлива убегает, и ей кажется, что я психолог. Хотя я нифига никакой не психолог, и не училась на него, и, в общем-то, даже не претендую в кавычках быть психологом. Вот, ну просто умение, вот это эмпатическое слушание, оно творит чудеса. Вот попробуйте это попрактиковать, да, особенно с детишками, очень интересно. Очень часто бывает такое, что дети у нас надрываются, плачут, требуют внимания, бьют ногами, капризничают. Как вы думаете, с чем это связано? Только с одним. Вы их не слушаете. Вы их не слушаете абсолютно. Потому что, ну, Ирин, ты же у нас психолог. Вот. То есть, что нужно сделать с ребёнком, когда он начинает капризничать? Ему нужно дать минуту внимания. Вы просто становитесь на колени или на корточке, чтобы быть на уровне с ним глаза в глаза. Вот, кстати, как показано здесь на картинке, очень круто. То есть, вы становитесь с ним на один уровень. Да, и как бы вы показываете ему. Я с тобой одной крови, я тебя понимаю. Я тебя слышу. И просто слушаете. Да, моя хорошая. Да, моя дорогая. Да, мой мужчина. Я слушаю тебя. То есть, вы разговариваете с ребёнком на его языке. В первую очередь, это уровень глаз. Да, опускаетесь. И слушаете. Вот знаете, как показывает практика? Достаточно одной или даже двух минуток максимум уделить ребёнку, просто вот побыть с ним, обнять его, посмотреть ему в глаза. И вы больше ему не нужны. Он убежит дальше по своим делам. У ребёнка всегда есть чем заниматься. Но ему иногда нужно подпитаться. Да, от мамы вот эту батареечку взять, увидеть, что мама его любит, мама его слышит. Но, к сожалению, у нас многие мамочки просто начинают лупить детей, орать на них, да, сверху вниз. И это как-то делает ещё более страстным вопли ребёнка. В общем-то, ничего не происходит хорошего, да, только выплеск негативной энергии, эмоций негативных. Поехали дальше. Достигайте синергии. Что такое синергия? Это очень крутая штука. Это очень круто. Когда, представляете, объединяются несколько человек, да, один плюс один – это всегда больше даже, чем два. Это очень круто. Потому что, когда объединяются люди, очень становится здорово. Но нужны условия для того, чтобы возникла синергия. Да, смотрите, вы решаете трудные задачи, вместе объединяетесь. Какие трудные задачи? Отсутствие соперничества, взаимная мотивация. То есть вы всё время поддерживаете друг друга, вот в этом духе «выиграл-выиграл». И эмпатическая коммуникация. То есть, да, не навязываем «я, я, я», то есть «я лидер», «все слушаем меня». А именно вот создание вот такого вот объединения. Какие требования к участникам? Нужно признавать ограниченность собственного восприятия и недостаточность собственного опыта. Это нужно признать. Ребят, вы знаете, на каждого, как говорится, великана всегда найдётся ещё более крутой великан. Совершенствовать свои сильные стороны и компенсировать слабые. Потому что, ребят, в каждом из нас есть что-то очень классное, есть что-то не очень классное. Но если мы, как говорится, будет сильнее тот волк, которого мы больше кормим. И если мы развиваем сильные стороны, то слабости, даже если они у вас есть, они будут компенсированы за счёт этого великого гения. И самое важное – это уважать и ценить различия. Да, мы разные, но мы все классные. Да, вот это очень здорово. Поэтому нужно ещё затачивать пилу. Затачивать пилу, да, постоянно. Есть даже такая притча про лесорубов, да, но мы не об этом. Мы сегодня поговорим о том, что нужно делать физические измерения, духовные измерения, интеллектуальное обновление, социально-эмоциональное обновление. То есть постоянно быть в развитии. Постоянно быть в тренде, да, следить за изменениями этого мира. Всё меняется, всё двигается, можем всему учиться, развиваться и так далее. И нужно выдерживать всегда баланс. Всегда баланс. Да, у нас есть желаемый результат, есть ресурсы и средства. Например, вы хотите построить дом, да? Вы хотите построить дом, и вы его нарисовали, дом, который стоит, например, 10 миллионов. А у вас всего есть 5. Представляете, да? То есть несоизмеримо. То есть нужно либо зарабатывать больше, либо снизить планку. Или, например, человек покупает машину, берёт её в кредит. Машину за 3 миллиона. А зарплата у него 30 тысяч. Несоизмеримо, да? То есть ему нужно кредит платить, и такую дорогую машину нужно тоже содержать. Одна фара стоит дороже, чем его зарплата. То есть да, всё должно быть соизмеримо обязательно. То есть этот баланс нужно соблюдать. Вот, это, в принципе, у нас на сегодня всё. Немножечко, прошу прощения, затянула с планёрочкой галочка. Сейчас вся 10 минут утащила. Скажите, пожалуйста, что для вас сегодня было полезно? Что-то, может быть, вы для себя отметили? На чём вы хотите поработать? На что обратить внимание? Пишем, пожалуйста, обратную связь. Я передаю микрофон Галине. Сейчас будет, как всегда, искромётный семинар по Инстаграму. Галочка обладает удивительным качеством. Говорит всё быстро, чётко, без воды. И при этом очень эффективно обожают её семинары. Поэтому пригласите своих партнёров. Новеньких можно пригласить, чтобы они посмотрели, как Инстаграм развивать. И сами тоже оставайтесь в комнате. Спасибо всем за внимание. До встречи. Жду обратную связь. Пока-пока.